так друзья всем привет давненько наверно у меня не было видео да это все потому что я не снимаю все подряд не снимаю все ремонты все работы на свои муторно для меня это потом монтировать это снимать там каждый момент вот снимаю только какие необычные случаи ремонта какие-то там жести так сказать и необычные покупки и данный момент у нас тоже необычная покупка ванами поняли это по названию это у нас ребят мотоцикл я вот он сейчас я вам поближе покажу значит так купил я его ребят купил ее взял ее на халяву вот это я в 250 модель 559 я в 65 года выпуска она очень хорошем состоянии мне досталось никак увидел ее не даже честно говоря торговаться не захотел вот по-быстрому пробегусь да чё тут почем до сохранилась она как сказал уже довольно таки неплохо вот хром хром конечно не идеальный есть косички тут вылазит уже микро такие трещинки где ржаветь начинает тут вот уже ну конечно же шестьдесят пятый год что хотеть вот но смотрите какие колени и это для такого года я вам скажу это отлично большинстве случаев они подогретые до конкретно и в это время уже становится каким-то мутным матовым цветом и не сказать по ним что они были когда-то хромированные но здесь они в отличном состоянии и это признак того что этот мотоцикл работал очень мало смотрите цилиндр в родной краски ну голова да по крайней мере головка цилиндр сам черной краски тоже которая кое-где просто по облетала так скажу состояние обалденный на двигателе тоже краска еще родная заводская вот с этой стороны с этой стороны малеха похоже колено подбитая глушитель подмятый по резине чего у нас резина у нас передняя еще родная стоит модель чехословакия баром вот это же я полагаю что если еще заводская резина диск тоже очень хорошем состоянии как видите блестит весь пока еще краска родная есть конечно потертые места все таки шестьдесят пятый год да я наверное не сказал вот задний диск отличный задний баллон уже восходовский стоит да тут колеса на 16 баллон стоит восходовский но новый абсолютно новые вот мотоцикл мне достался с документами документами правда старого образца вот непосредственно хозяина живых нету но есть его внук который ну считается наследниками вода и который принципе поможет мне переоформление то есть ему придется получить документы нового образца вот и тут же перепишем его на меня если же у меня не найдется клиент покупатель по хорошей цене смотрите чехол не родной уже голубенький такой вот здесь у нас чё по комплектности не хватает как видите патрубка воздуха на и не хватает сюда кожуха здесь кожух перекрывает весь карбюратор вот-вот до этой крышечки этой крышечка он притягивается кстати необычная вещь не на всех таких явах есть подсос вот сколько ей проглядел я уже перерыл пол интернета я сказал по этим я умеем на 250 у них много модификаций тоже это уже рестайлинговая так скажу было до нее 250 к 353 по моему модели вот это уже кузов малеха по новей у нее аппарабола друга вот не буду рассказывать до всех мелочей но суть вот смотрите два родных ключа фаб вот один замка зажигания второй сидушечку и руль клин смотрите какой момент необычный пробег один километр я думал что не работает спидометр данный я заглянул сюда под фару там один винтик снизу открыл представляете спидометр тупо не соединен я думаю либо ну то есть ну я подумал что он не крутится то есть не работает тросик или может быть там привод движки привод у него кстати вот движка выходит вот попробовал крутану заднее колесо тросик крутится все ништяка остается только соединить соединять пока не буду какие еще мелочи да по поводу подсос я сказал да сам тросик вот есть вон там в голове был вот а куда его соединять нету пережил все есть тут стать и руль необычный на этой яви вот и нигде я не видел вот этого рычажка подсоса не знаю куда он ставится как ставится мы будем рыться будем добиваться найдем родное поставим есть основание полагать что ручка газа не родная потому что во первых тросик выходит в эту сторону во вторых она болтается вот это прорезь я так понимаю это должна стоять ручка у которой трос газовый да он проходит внутри руля он где-то под параболой заходит в руль выходит здесь и ручка должна быть другая хотя видел и с такими ручками наподобие имеется ввиду что тросик выходит наружу вот что у нас ява обалденная смотрите сеточка стоит заводская краска внутри еще путевая как сказал судя по внешнему виду двигателя пробег у нее очень маленький ну так я так примерно думаю пределах 10 максимум 15 тысяч ну и по передней резине до которая долго изнашивается по сравнению задней не работает здесь замок зажигания там провода просто отсоединены и как бы это наверно было причиной того что его поставили на стояночку на долгу вот как мне вот хозяин нынешний рассказывал деда не стало все я встала да и он вообще не помнит когда он на ней ездил вот что сказать так беглый осмотр номерочек еще что поражает ребят номерочек какой свеженький видите не убитый видите не убитый нормально все стопаки стекла все все целы вот будем работать но нам что тут только замок соединить вот и вот такое легкое тоо пройти может карбюратор продуем проверим искру и будем заводить скоро будет видео как мы будем ее заводить следите буквально день максимум два просто помимо нее еще есть работа кстати вот еще два баллона дали в придачу один новый как видите второй рабочий не убитый в то же время не новый есть еще покататься ну вот как то так друзья вот такая необычная покупка не мог не поделиться все на днях будем заводить давайте всем пока